Ну что, всем приветики! Если ты смотришь это видео, значит ты начинающий лэшмейкер. И ты хочешь составить свой небольшой набор для работы лэшмейкера. Итак, я собрала самое нужное и на первое время, без чего мы не можем обойтись, составила для вас специальный список и разделила его на подгруппы. Начнем сначала. Подготовка ресниц к наращиванию и подготовка в принципе рабочего места всегда будет начинаться с того, что мы обрабатываем руки, обрабатываем инструмент. Я всегда для себя выбираю для рук антисептик гелевый, для инструментов антисептик жидкий. Почему гелевый для рук? Я долгое время работаю лэшмейкером, постоянно вдыхаю пары, плюс все то, что мы вдыхаем, идя на работу по улице, очень сильно много вызывает аллергию. Поэтому для рук я выбираю гелевый антисептик, у которого есть меньшее количество испарений и отдушек, и поэтому я не чувствую его запах. Если брать какие-то жидкие антисептики, к примеру, ККХД, Бацилол, они имеют очень большое количество спирта, да, спиртосодержащие, и у них очень большое количество испарений. Я их очень слышу и плохо себя чувствую, когда они имеют пользуясь в процессе работы каждый раз, а за работу я могу продезинфицировать руки несколько раз, потому что там тебе нужно взять телефон, кто-то позвонил, кто-то позвал. Поскольку я работаю не только с клиентами, то это всегда присутствует в моей работе. Несколько раз я обрабатываю этим антисептиком, он не сушит руки, не имеет запаха, поэтому выбираю именно его. Это два основных, которые у вас всегда должно быть. Далее, это очищение ресниц. Для очищения ресниц я всегда выбираю пену. Я всегда очищаю клиентам ресницы перед наращиванием, перед ламинированием, перед коррекцией ресниц. Я выбираю всегда пену, вы можете выбрать любого бренда, обязательно ее смыв водой. Мы таким образом убираем всю косметику, которая есть на лице у клиента, весь кожный жир, пыль с улицы, все то, что накопилось у нас в межресничном пространстве и на веке. Таким образом вы подготавливаете ресницу к наращиванию. Дальнейшие два этапа, это обезжиривание и нанесение праймера. Эти два компонента отвечают за то, чтобы ваша ресница была максимально чистая, и второй за то, чтобы клей имел прочную сцепку. Обезжириватель и праймер в идеале выбирать одного бренда. Это вот такие вот два маленькие тюбичка, которые вам понадобятся и хватит на очень-очень долгое время. Далее из препаратов я еще вам подскажу, что нужен ремувер жидкий и кремовый. Почему именно два? Жидкий ремувер вам нужен для того, чтобы вы могли снять одну ресницу, если нужно очистить пинцеты, где-то попало на одежду, на кресло, на кушетку. Вы все это можете убрать жидким ремувером, он растворяет клей. И второй, это кремовый ремувер. Я советую брать их в таких баночках с дозатором, для того, чтобы он не сох. В моем случае это скульптор Лэш. Он предназначен для полного снятия ресниц. Если ваш клиент захочет прийти к вам от другого мастера, вам нужно сделать полное снятие, очищение, обезжиривание и только потом полное наращивание. Без этого средства обойтись никак нельзя. Далее, выполнение процедуры. Для этого этапа нам нужны патчи для изоляции нижних ресниц. Вы можете выбрать любого бренда. Я выбираю всегда ультратонкие, это поплотнее патчи. Они очень белые, на них очень прекрасно видно разметку, если вы с ней работаете, и ресницы. Я выбираю только сертифицированные товары. В моем случае это бренд Vivienne, который имеет сертификацию ответствия. Потому что в связи с большим количеством аллергических реакций, на патчи они тоже могут быть. Я не выбираю какие-то корейские, китайские, которые я заказываю на Алиэкспресс. Нет, я таким не пользуюсь, потому что это может вызвать аллергическую реакцию. Дальше всю ответственность вы несете на себе. Поэтому я выбираю только проверенный бренд. Далее, пинцеты. Это должно быть два пинцета. Я вам их специально не показываю, потому что каждый лэшмейкер выбирает под себя прямой пинцет и изогнутый. Потому что в левой руке, если вы правша, у вас должен быть пинцет для разделения ресниц. Какой его выбрать, это лично ваш выбор. Потому что есть, которые мастера прямым разделяют. Есть, которые изогнутым, есть, которые икс-образным, г-образным, каким хочешь. Все из ваших выборов будут правильные. И второй пинцет изогнутый, которым вы должны наращивать искусственную ресницу на натуральную. Этот пинцет тоже имеет большую разновидность. Они бывают с большим полотном, с маленьким полотном изогнутые, сапожком, какие в принципе хочешь. Поэтому каждый мастер выбирает для себя. Здесь я оставляю выбор за вами. Вам нужно два хороших пинцета. Далее, реснички. Реснички всегда в стартовый набор. Я ложу две планшетки. Почему две? Одни более закрученные, вторые более прямые. Завиток. Один более подкрученный, один более прямой. Это сделано для того, чтобы вы могли максимально подобрать правильный эффект, правильный завиток для вашего клиента. Потому что всем нарастить одним завитком вы не сможете. Такое наращивание не будет всем подходить. Поэтому всегда у меня два. Если нужен расширенный стартовый набор, я всегда туда добавлю коричневые ресницы в двух завитках. И реснички L+, или M. Для того, чтобы скорректировать века. Если это нужно сделать лифтинг эффект, с наращиванием, мы тоже, к слову, это можем. Поэтому в расширенном наборе у меня пять планшеток ресниц, где у вас представлены разные длинные, и вы можете смоделировать с одной планшеткой полностью. Далее. Планшет. Это то, куда вы будете крепить ресницы. Многие мастера поначалу используют обратную сторону планшетки для того, чтобы наклеить ленты и ресницы. И в принципе это имеет место быть. В дальнейшем вы можете приобрести себе специальный акриловый планшет, на который будете клеить ленты. Далее. Клей для наращивания ресниц. Отдельное видео. У меня есть о клеях для наращивания ресниц. Они есть с разной скоростью, с разными потребностями. Для того, чтобы он работал. Какая температура и влажность нужна. И стикеры для того, чтобы вы могли сюда капнуть каплю с клеем. Если вы будете просматривать мое видео о клее, я там скажу о том, что клей я всегда капаю на бумажный пластырь. Так вот. Бумажный пластырь вам тоже понадобится. Я его клею на стикер и на планшет. Таким образом работаю. И здесь ленты у меня. То есть стикеры вам тоже понадобятся. И отдельным пунктом у нас будут расходные материалы. Это то, что у вас будет расходоваться больше всего. Простынь, шапочка, салфетки. Это то, на что у вас будет уходить на каждого клиента индивидуально. Простынь. Вы будете застилать свою поверхность рабочую. Это либо кушетка, либо крестный реклайнер. Здесь то, что вы выберете. Шапочка. Я всегда шапочку использую только по очень большой надобности. Когда у клиента пышные волосы, когда не завязанные, они мне мешают, они везде, они электризуются, тогда я прошу клиента убрать волосы под шапочку. Все остальные моменты я шапочку не использую. Это лично мое мнение. Мы и так работаем с одноразовой простыней. У этого достаточно. Салфеточки. Я всегда салфетку кладу под планшет, для того, чтобы реснички, которые мне не удалось приклеить, я положила на салфетку, потом выбросила в конце работы. И мое рабочее место всегда было чистое. Поэтому салфетки у меня всегда-всегда есть под рукой. Микробраши, спонжи и браши. Что такое микробраши? Микробраши это малюсенькие, просто малюсенькие такие брашики, в которых есть определенная головка, на которую мы наносим все наши препараты. Обезжириватели, праймеры, ремуверы. Это такие наши мини-мини помощнички, без которых мы обойтись не можем. Браши это щеточки. Они могут быть разные. Могут быть нейлоновые, могут быть силиконовые. Здесь как выбирает мастер. Вы их можете в конце процедуры дарить своему клиенту. Попользовавшись в работе, отдаете клиенту. Клиент на протяжении всего ношения ресниц может ней пользоваться. И пластырь, скотч, про то, что я проговорила. Я всегда выбираю два. Это бумажный. Второй скотч я выбираю всегда прозрачный. Бумажный у меня служит для того, чтобы сюда капать клей. И в таких каких-то маленьких расходных делах. И прозрачный такой же пластырь я использую для того, чтобы делать правильную подтяжку века. Вот и все. В принципе, наш маленький стартовый набор для лэшмейкера готов. Если это видео было тебе полезно, ставь лайк, подписывайся на мой канал и жди следующих видео. Пожелания ваши пишите в свои комментарии. Я их обязательно почитаю, за что буду вам очень благодарна. Всем пока!